В 1939 году, когда стало известно, что Париж неминуемо займут немцы, одна молодая дама поспешила перебраться на юг страны, где было поспокойнее. Женщина заперла на ключ свою квартиру в столице, надеясь вернуться туда, когда все утихнет. По неизвестным причинам хозяйка так и не вернулась в свои апартаменты, хотя исправно платила за нее квартплату всю свою жизнь. В 2010 году хозяйка скончалась. Когда наследники переступили порог неизвестной для них квартиры, рты от удивления раскрылись у всех. Хозяйку квартиры звали мадам де Флориан. Собиралась она в спешке, поэтому в квартире все осталось практически нетронутым. Родственники мадам де Флориан ничего не знали в квартире, и когда им огласили завещание, были очень даже обескуражены. Для оценки имущества они пригласили авторитетного аукциониста Оливье Шоппенжанври. У мужчины дрожали руки от волнения, когда он проворачивал ключ в замочной скважине, ведь там никого не было более семи десятков лет. Это было потрясающе. Казалось, будто время замерло. На туалетном столике запыленные, стояли баночки с косметическими средствами, расчески, шкатулки. На обеденном столе находились столовые приборы. Антикварная мебель, картины. Самым дорогим лотом из этой квартиры стала картина дамы в розовом платье 3,4 миллиона долларов. Как оказалось, это был портрет бабушки-хозяйки квартиры Марты де Флориан. В конце 19 века она была известной артисткой. А портрет принадлежал кисти итальянского художника Джованни Бальдини. Там же было найдено и письмо от художника с признанием в любви. Родственники просто были шокированы таким наследством, буквально свалившимся к ним на голову. Однако они не могли понять только одного, почему мадам Флориан за 72 года никому из них не рассказала о своей квартире в Париже. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.